Позитивные, любознательные, неугомонные. Они не сидят на месте. Они знают все о молодежной жизни города. Они всегда в центре самых ярких событий. Они – великолепная четверка корреспондентов программы «Фишка». И да, именно они расскажут все, что интересно именно тебе. И ты даже знаешь, как. Как «Фишка ляжет». Здравствуйте, ребята! Это программа «Фишка» на канале «Ноябриск-24». И сегодня мы будем шутить на фестивале юношеской лиги КВН. Окультуримся на акции «Ночь искусств». Станем на тропу борьбы с пагубными привычками. И научимся танцевать русские народные танцы вместе с Димой Шиняевым. Ну что, фишка «Гоу»? «Гоу»! Раз, два, три! Ну что, я решаю. Роня, ты у меня попляшешь русские народные танцы. Леро, отправляйся шуточки шутить. Да смеха «Панорама» – моя любимая программа. Но не считая фишки, естественно. И учену ты как самый старший в нашей четверке. На ночь искусств. А я отправляюсь бороться с вредными привычками. Вот и отлично. Бить чавури и расход. Спорт, здоровый образ жизни и энергия победы. Все это сегодня посвящено борьбе против наркотиков. Я и фишка тоже встанем на тропу этой суровой войны. За мной! Чтобы начать свое спортивное приключение, мне нужно немножко переодеться. Ну, теперь другое дело. Можно идти заниматься. Как борьба поможет избавиться от наркотиков? Ну, она помогает здоровым там. А может ли вольная борьба стать наркотиком? Если борьба тебе очень нравится, то можно. Давай придумаем альтернативу наркотикам в пользу другой зависимости. Ежедневные тренировки еще раз же. Сейчас я расскажу вам 7 причин, чтобы заняться вольной борьбой. Поехали! Во-первых, вы научитесь следить за собой. У меня что-то вообще уже жирное стало. Нужно поприседать. Во-вторых, ты сможешь продлить свою молодость. Конфеты для этого не лучший вариант. Ешьте огурцы. В-третьих, ты станешь более ловким. Ну, как смогла. В-четвертых, разработаешь все мышцы сразу. Какие у меня там первые слова? Время уже не детское. Да. Чай. Время на часах уже не детское, но этот значительный факт не мешает мне отправиться в интеллект-центр, где проходит всероссийская акция «Ночь искусств». Сколько нужно часов проспать, чтобы выспаться? И многое другое узнаем прямо сейчас. Почему они проводят День искусства, а проводят именно Ночь искусства? Ну, я думаю, это будет интереснее, люди все на работе с искусством, мы должны все соприкасаться, она же все-таки красота, тем более в этом году год кино. Такая тема обширная, ночью уже люди все равно придут. Сколько нужно спать здоровому человеку? Ну, я не знаю, конечно. Думаю, что час где-то. Восемь часов. Я не знаю таких слов. Это очень сложная формула. Что вот нужно употреблять, чтобы быть бодрым постоянно? Ну, наверное, чай пить. Крепкий. Чай. Кофе или энергетики? А вам можно энергетики пить? Нет. Пацаны, прямой эфир. Расскажите, пожалуйста, вам что, нечем заняться, что вы тут решили поиграть? Сон, это, конечно, святое дело, но сегодня можно немного отойти от привычных правил. Совсем скоро нас будут ждать конкурсы, викторины. Главное, не усните. Не сесть. Я должен выглядеть красиво. Сон, это, конечно, с... Ой, так громко в библиотеке разговаривать. Ха, зритель! Вряд ли кто-то может поспорить, что танец является одним из самых ярких видов народного искусства. Фишка легла, а у меня появилась возможность стать забавой и узнать, чем же занимаются народники в свободное от репетиции время. Сегодня мы познакомимся с танцором и просто замечательным человеком Дмитрием Шуняевым. Как говорится, что про танцы разговаривать? Про танцы танцевать надо. Пойдем! Привет, Дима! Ты занимаешься танцами. Как долго? Привет! Около восьми лет. Ого, это настолько много. Расскажи про свой однородный коллективчик. Наш коллектив очень давно уже существует в городе. В прошлом году мы праздновали его десятилетие. Слушай, а часто ли руководитель говорит вам, вы у меня сейчас популяшите? Ну, что-то подобное бывает нечасто. Есть у нас пара человек, которые очень не очень. Вот всех интересует такой вопрос. Вот вы, народники, вы слушаете свободное время народные песни? Если уж совсем припрет, то есть настроение будет народное, конечно, да, послушаю, почему бы и нет. А на скотеке так же танцуешь? В смысле так же? Ну там, присядку, раз, хоп-похлопал. Такие движения, которые есть и в народном танце, можно использовать и в современном. Знаешь, я ведь тоже раньше народными танцами занималась. Так круто было. Кусарская баллада, дуэли, балы. Ну вот я всегда мечтала присядку научиться танцевать. Что прям, ух, научишь? Без проблем. Танцы — это жизнь. А для неподготовленного человека — смерть. 8 ноября 1961 года в эфире первый раз появилась игра в КВН. Со временем она полюбилась огромному количеству народу и стала многонациональной игрой. Так как фишка предоставила нам уникальнейшую возможность побывать на финальной игре фестиваля юношеского... Да я либо слова путаю, либо еще какой-то бред несу. На финальной игре юношеского фестиваля КВН, то давайте же узнаем, чьи здесь шуточки острее и чей юмор искрометнее. Поехали! Как мне к вам обращаться на «ты» или на «вы»? Как называется ваша команда? Соединенные Штаты России. Смайл. Команда КВН имени Светланы Радиковны. Команда КВН. А кто вам шуточки вообще пишет? Масляков? Да, конечно. Нет, ну конечно... Да, конечно, нет, ну конечно... Мы сами, и иногда помогает руководитель. Да, Масляков он так иногда просто звонит. Раз ваша команда такая топовая, то рассмеши меня. Колобок, выходя из души, забыл помыть голову. Ты уверена, что ты смешно шучишь? Занятая женщина родила на выходных. Ладно, давайте серьезно к вопросам. Многие из вас скажут, что КВН – это соревнование в остроумии. Но это определение подходит только для тех, кто собирается поболеть у экранов телевизоров или же в зале. Для тех, кто собирается выйти на сцену, нужно ввести небольшие поправочки. КВН – это соревнование в собственном остроумии. Я опять кран съела, да? Пятая причина заниматься вольной борьбой – это развитие интуиции. Шестых ты санешь морально устойчивым и всех победишь. Я все смогу. Да. Я смелая. Да. Я сильная. Да. Нет. Ты сможешь носить свою девушку на руках. Продолжи спорт. Это жизнь. Больная борьба – это… Тренировки. Спорт. Какой запрещенный прием в вольной борьбе? Удушающий. Неболевый. Делать треугольник нельзя. Так же и удушающий. Заламывающий. А к чему вообще такие запреты? Да, не знаю. Назови один факт о вольной борьбе. Экипировка борца. Мягкая. Хорошая трикона. Мягкие борцовки. А для девушки еще одна футболка. Для грунта. Очень древний вид спорта. Ограничение веса в вольной борьбе – 75 килограмм из-за бесконечных зажимов. А вот и та самая вечеринка в стиле синемана, которой нас ждут викторины, конкурсы и многое другое. Пойдемте скорее узнавать, что и где происходит. Берем нашу заготовку. Взяли, да? Мы ее должны немножко растянуть, чтобы она у нас была. Нагармушечка такая. Юбочка, чтобы получилась. Ой. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Теперь мы делаем углубление для нашей конфетки. Каким образом? Мы берем пальчиками, двумя пальчиками и начинаем просто растягивать три раза. Буфра бумага очень хорошо тянется, она не порвется. Вот такая заготовка должна получиться. Теперь мы берем нашу конфетку. Смотрите, как. Сантиметр-полтора. Расскажите, чем вы тут занимаетесь? Мы делаем такую замечательную интерактивную открытку. Вот я ребятам показываю, что возможно потянуть за язычок, и фотографии поменяются. Вот это, ребята, мультстанок. На нем мы будем делать мультфильм. Я всего лишь проводила урок, мастер-класс по изготовлению мультиков. Самый простой, самый вот такой вот. Мы сняли вот пятисекундник, по-моему. Снимали два часа ровно. Бычок, голубец, калинка. Достаточно странно с этим мерять, не находите? На самом деле это все названия танцев. Дабы не запутаться во всех этих народных терминах, попросим нашего мастера рассказать да показать, что да как. Дима, я смотрю, с практикой у тебя это все в порядке. А как с теорией? Чтобы танц танцевать, нужно и в названиях разбираться. Вот что за история-то такая? Почему так много съедобных названий в танцах? Я об этом сказать не могу. Все-таки историю танца конкретно я не изучал. А насчет голубца? Вот я знаю, что голубцы бывают вегетарианские и местные. Вы что, должны перед тем, как танцевать, голубцы поесть? Или как? Поясни. Нет, конечно. Просто голубец-то не танец, а конкретное движение. Я бы вам сейчас его продемонстрировал. Давай. Делается крестный шаг. Мало мне одного голубца, мало. Давай еще что-нибудь. Еще что-нибудь, например. А давай яблочко. Ох, яблочко это вот мое. Вот давай кадриль. А давай кадриль. Ты просто молодец. Знаешь и теорию, и практику. Держи яблочко. Пусть хоть где-то оно у тебя будет. Очень дупой призывник. Что у вас? Скидлась тряпка? Как ни странно, на истоках игры КВН стоит вовсе не Масляков. А некий журналист Сергей Ушматов. А журналист Сергей Муратов, который ранее вел телепередачу «Вечер веселых вопросов» с Еленой Малышевой. Все это норма, ничего страшного в этом нет. Позаимствованную, между прочим, с чешского телевидения. То есть мы пришли к КВНу с помощью чехов? Ну да ладно, это лишь философия. Может быть, чехи свою передачу придумали, посмотрев что-то в СССР. Название КВНу дали в честь первого советского телевизора. Как ты думаешь, почему именно в честь телевизора, а не тостера или микроволновки? Ну, потому что КВН показывали по этому же телевизору, по первому советскому, а микроволновки и тостер не показывают КВН. Как вы думаете, смогли бы вы заменить Маслякова в КВН? А кто такой Масляков? Не смогли бы. Мы так себе что, шутим? Потому что нам по 15 минут 99. Нет, не смог бы. Масляков незаменим. Нет, он усатый. Дурак. Он слишком в возрасте, он смешно шутит, я жжу не могу. Уберите Даниила, он на вопросы не умеет отвечать. Все-таки только русские могли придумать КВН. Смешить друг друга до упаду, еще и оценки за это ставить. Чехи бы никогда до такого не додумались. Есть мнение, что якобы бывают легкие зависимости, от которых можно легко избавиться. Что ты думаешь на этот счет? Мне кажется, нельзя. Не существует, да, таких? Нет, нельзя так просто избавиться. Нужно там что-то принимать. Как побороть свои пагубные привычки? Привычки, опять же, сила воли. Не лениться, действовать, что-то принимать, чтобы от них избавиться. Сейчас будем развеивать мифы о пагубных привычках. Миф первый. Если один раз попробовать, то ничего не будет. Это сплошная ложь, ведь попробовав однажды, не каждый сможет остановиться, даже если захочет. Миф второй. Существуют легкие наркотики, от которых легко можно отказаться. Это неправда, ведь делить наркотики можно на легкие и тяжелые, с таким же успехом, как делить смерть на легкую или тяжелую. Миф номер три. Талантливые люди зависимы от наркотических веществ. Это полный бред, ведь талантливые люди зависимы от своего любимого дела, еды, но точно не от наркотиков. А вот что наркотики мешают творчеству, и все они притупляют чувства. Это факт. Итак, друзья, занимайтесь спортом, рисуйте, творите, но никогда, ни при каких обстоятельствах не ведитесь на поводу своих пагубных привычек. И помните, что все невозможное рано или поздно становится осуществимым. Стоит только захотеть. Не очень быстро пойдем. Дела с искусством у меня обстоят так же, как и у Снаиль Шкаф. Каким искусством владеют участники акции, ты сейчас точно... Не бойся, я... Дела с искусством у меня обстоят так же, как и у Стаси Шуткань. А вот каким искусством владеют участники акции, сейчас узнаем. Рассказывай, каким искусством ты владеешь? Ну, компьютером больше. Болтание. А что пьешь? Ничего. Ничего? Воду. Воду? Да. Может, воду? Нет? Да. Нет. Да. Ананас. Что ананас? Протокол. О чем говоришь? Да. Допустим, танцами. Вообще, я вхожу в школу искусства и народной, и классикой. Я занимаюсь хоккеем. Хоккеем шайдой. Я бы сейчас сказала. Наверное, чай пить. Чай. Ну, наверное, вот я владею искусством изготовления мультипликации. Я диплом, наверное, стать мультипликатором. А чем отличается искусный от слова искусственный? Не знаю. Ну, подумай. Слово искусство? Браво. Ну, искусственный. Искусственный – это красивый, изысканный, превосходный. А искусственный – это искусственно выращенный, ненастоящий. Друзья, занимайтесь искусством не только ночью, но и днем, ежедневно, ежеминутно и ежесекундно. С вами был мастер. По ничего не делаю не ведуча. Спокойной ночи искусством. Пока. Почему ты все думаешь, что танцор – это обязательно смазливый мальчик, который не сможет даже девушку от хулиганов защитить? Я в это не очень верю. Это ты от танцев такой качок или как? Не считай себя качком. Погоди, а что тогда помогает тебе сохранять такую прекрасную форму? Только не говори, что голубцы тут тоже замешаны. Я всегда таким был. Ничего не меняется. Ты знаешь, что такое капоэйро? Капоэро? Капоэро или капоэро? Погоди, а чтобы к вам в труппу попасть, нужно обязательно русу-косу до пояса иметь? Да нет, конечно. Смотри, у тебя ровно две минуты, чтобы доказать, что народные танцы – это тоже танцы. И никакие Мигели и Дружинина нам не нужны. В общем так, народные танцы – душа, во-первых, во-вторых, техника. В-третьих, это выражение эмоций. И внимание на зрителя нужно обратить. И с девушкой со своей партнершей танцем. Посмотреть на нее и улыбнуться ей. Чтобы танец смотрелся хорошо, грациозно. И, главное, зажигательно. Забадлил. Что ж, спасибо тебе, родненький. Кланяюсь тебе низко, обещаю растить косу до пояса. Голубцы с яблочками не только есть, но и плясать. А тебе, зритель, я желаю успехов во всех начинаниях и искренней любви к своему делу, как и у Димы. Я азербайджанский робин-гуд, который ворует фрукты у богатых, продает их на рынке. В этом году КВН исполняется 55 лет. 55 лет. Только задумайтесь. Уже 55 лет мы смотрим полюбившуюся игру на телеэкран. А 55 лет – это все-таки срок. Как ты думаешь, почему КВН зародился именно в России? Потому что у нас есть очень хороший, грамотный человек, фамилия которого Масляков. У русских хорошее чувство юмора. Давайте еще разик. Камеру, пожалуйста, на нас. Ты часто вообще КВН смотришь? По телевизору, да, частенько. КВНчики берут и переделывают песни. Да. Я Дмитрий, это Артемий, здравствуйте. Я тебе сегодня предлагаю переделать гимн КВН под гимн Фишки. Снова в нашем зале, в нашем зале нет пустого места. Это значит фишка, значит фишка поднимает флаг. Мы начинаем фишку для чего, для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть не решит нам всем проблем, не решит всех проблем, но станет радостнее всем, веселее станет всем. Недостаточно быть веселым и находчивым, чтобы играть в КВН. Нужно лишь любить то, чем ты занимаешься, а все остальное как-нибудь само придет. В чем твоя фишка? Моя фишка в том, что я скрипач-борец. Моя фишка в том, чтобы стать лучше. Моя фишка в том, что я борец. Моя фишка, что я люблю компьютер. Моя фишка в том, что я люблю болтать. Моя фишка в том, что я занимаюсь хоккеем. Моя фишка в том, что я умею выполнять шпагат. Моя фишка еще и в этом. Я просто гопник, мне всегда по кайфу Кобра, кобра, без зону, глаза Моя фишка в том, что я ношу разноцветные носки А в чем твоя фишка? Выясним, как всегда, ровно через неделю Смотри нас каждую пятницу в 2020 на телеканале «Ноябрьск-24» И каждое воскресенье в 19.00 на ТНТ Пока! Субтитры подогнал «Симон»